Я с легкостью выбрасываю различного рода предметы, не надеясь, что спустя тысячелетия они мне понадобятся, и я пожалею, что избавился от них. Но в данном случае речь идет о предмете, из которого я и вы, если вы воспользуетесь моими советами, можно извлечь определенную пользу. Речь идет об утратившей свою актуальность бритве старого образца. Отпилю одну из частей вот этого вот прижима. В обязательном порядке с помощью запильника удаляю образовавшиеся заусенцы. Собираю наш бывший инструмент гигиены. Вот такой скребок, ничто иное. Обладающий неимоверными возможностями и силой. Разумеется, мощность этого инструмента я не преувеличил. Даже поздирала краску самого диска. Еще одним возможным применением является следующее. Как бы там ни было, стоит признать, что скребок довольно редко необходим в быту и вообще в целом мастеру, самодельщику. Я предлагаю еще одну версию применения бритвы. Вырезаем отрезок наждачной бумаги. Лучше всего, если это будет наждачная бумага на подложке. И заворачиваем. Вот так. Получился довольно удобный инструмент для шлифовки различного рода мелких деталей. Например, винтов. Можно также использовать данное приспособление и для заточки ножей. Довольно удобно, я вам скажу. И вообще, честно вам признаться, в основном ножи я затачиваю именно наждачной бумагой. И мне больше нравится этот метод, чем в случае использования камней. Ух тыжка. Вот такое нехитрое использование старой бритвы я вам предлагаю. Пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч. Жму руку, но посрам. Пока. Особенно удобно производить заточку небольших ножей.